друзья всем привет сегодня в ролике мы попробуем найти инструменты которые позволят нам найти проекты на ранних стадиях для того чтобы возможно проявить там какие-то активности чтобы претендовать естественно на друппы также мы посмотрим различные инструменты которые помогут нам найти проекты в которые фонды занесли определенное количество денег давайте прямыми словами говорить возможно нам стоит обратить внимание на эти проекты потому что там есть хорошая финансовая подушка и поддержка также посмотрим на инструменты которые занимаются пост анализом проектов это у нас в данном случае допустим социальные метрики как часто проекте пишут в твиттере в различных социальных сетях потому как упоминание проекта ну напрямую влияет на его жизнь если о проекте никто не говорит соответственно в нем уже нету хайпа нету хайпа нету денег ну и все вытекающие также есть инструменты позволяющие посмотреть за активностью разработчиков насколько они активны если разработчики из блокчейна бегут если там нету новых разработок гитхаб не обновляется это тревожный знак и из таких проектов тоже нужно наверное выходить и так обо всем по порядку все это и многое другое посмотрим в этом ролике не переключайся заваривай что-нибудь вкусненькое приятненькое бери печенюшки и поехали друзья знакомство с любым проектом начинается с анализа твиттера именно твиттер является основным инструментом крипто мире поэтому обязательно заводите себе твиттер и подписывайтесь на интересных для вас крипто инфлюенсеров на интересные фонды и так далее этот процесс можно в принципе автоматизировать систематизировать давайте немного обратимся к этим понятиям я вам покажу как на примере простых списков которые мы подготовили для вас это можно сделать и так обратимся к экрану сейчас мы находимся на официальном твиттере coin метрики и вот смотрите у нас есть закрепленный пост в котором вы можете увидеть подборочку венчурных капиталистов если нажать на эту ссылочку то вы увидите что 52 фонда мы здесь отслеживаем и если вы зайдете по этой ссылке у вас вот вместо кнопки edit list будет просто кнопка follow подписаться все вы подписываетесь и вы автоматически следите за всеми вот этими пятьюдесятью двумя фондами если углубиться внутрь кто здесь фондах но здесь в целом все достаточно интересно это и coinbase и андерсон хоррис и хаун вен через это соответственно отдельное отделение от андерсон хоррис у coin вен через солана вен через type капитал джамп крипто от x вен через гиперсфера морнингстар так обе механизм капитал хешки в 3 капитал вариант dragonfly урок фундаментал лапс робот вен через delphi electric капитал kinetic хэшит ну и в принципе многие другие также добавлен здесь айсио analytics поскольку они делают достаточно интересные выжимки ежемесячно по моему два раза в месяц а подводят итоги фандрайзинга кто куда сколько заносил поэтому это выжимка будет удобно нам же нужно для чего здесь быть подписан для того чтобы увидеть какие фонды инвестируют проекты какие фонды отмечают проекты для того чтобы автоматически на них подписываться брать их на радар также здесь видите и бай нанс лапс и лэмми скопы спартан группы рентин капитал фабрик вен через sky 9 капитала мультикойн капитала катрин хаун вот как раз таки основатель фонда одноименного которая выше выходца из-за андерсон хоррис вен через деф-джи кстати деф-джи готовит большое итоговый отчет по полка дату на 2022 год откуда я знаю да собственно потому что слежу за вот этой подборкой и все вы здесь также можете найти поле чем больше значит они мог а digital каренси групп но не стал их еще удалять соответственно ftx венчерис и аламеду мы отсюда удалили поскольку за ними следить не вижу смысла синаглобал капитал основатель мэтью герахом блокчейн капитал общем здесь все топы и немного разбавлено sequoia founders foundation galaxy digital парадигм ну и собственно все то есть вот состав такой если вы хотите пользоваться этим списочком пожалуйста также у нас есть еще и другой список публиковали вот по и сеошкам коллекцию здесь у нас всего лишь 7 это токен софт это сиди файп только стартер дал мейкер гейм стартер и coin лист и также экспериментально добавлена сюда бока чика это новая идиоплатформа на солане чисто посмотреть что она может из себя показать понятно что можно в эту подборку добавить еще куча идиоплатформа я считаю что смысла в этом большого нету топовые все здесь coin листа только стартер дал мейкер ну можно и все токенсов до добавить и сиди файп поскольку там достаточно крупные инвестиции инвесторы крупные тоже достаточно именитая площадка поэтому за ней также следим и гейм стартер чистая за геймфай индустрии поскольку здесь часто выходят проекты из этой ниши поэтому также можете подписаться достаточно удобно как автоматизировать и систематизировать эту работу если процесс нахождения списка я вам показал да вы также можете зайти у нас еще в листах посмотреть есть другие списки такие же кто-то их построил соответственно можете подписаться если вам кажутся они разумными как организовать свой twitter чтобы легко взаимодействовать давайте сейчас покажу как это выглядит есть твитдеск ссылочка tweetdesk.twitter.com заходите сюда и здесь вы можете организовать себе панели и так как это сделать ну например так у нас здесь ланчпады добавлены и допустим смотрите вы добавили подписались на списочек наш допустим по foundation нажимаем кнопочку это колонны и добавляем лист венчурные фонды пожалуйста добавить все и здесь можно простым перетаскиванием добавить вот допустим такой порядок и смотрите вот у вас есть организованно но здесь понятно общая лента венчурные фонды при этом венчурные фонды вы можете значит что сделать можете убрать ретвиты если не хотите читать ретвиты а хотите видеть только те посты которые именно от самих фондов написаны пожалуйста вот так вот сделали отключили исключили ретвиты и все у вас здесь их не будет то есть лента будет уже упрощенная вот андерсон хорвиц много пишет delphi digital и так далее то же самое вот лаунчпады пожалуйста и ну следующее так вы можете выстроить абсолютно любую историю не понимаете по-английски не проблема берете включаете переводчик в браузере и пожалуйста у вас все переводится на русский понятно что где-то есть какие-то ошибочки но ничего страшного для понимания контекста я думаю это понятно и таким образом можете каждый день просматривать эту информацию быть в курсе последних новостей от венчурных фондов по айси ложкам по новостям и так далее следующий инструмент который покажу достаточно простой он визуально помогает быстро понять какие активы дали профит или наоборот максимальный убыток сервис называется криптоваллс . на это вот таким образом он выглядит здесь можно ставить разные таймфреймы и например вот у нас сейчас неделька да можно ставить недельку и вы видите что и в т.т. сейчас эту неделю показал максимальный рост как раз на новостях о том что там 5 миллиард миллиардов долларов нашлись также видно что aptos да имеет определенный апсайт ну и ряд других токенов можете делать соответственно на дневке что за день хайпует больше что нет можете фильтровать топы то есть только ли в топ 100 смотреть или больше ну то есть такая чисто визуальная легкая аналитика если у вас все активы в пределе в пределах топ 100 или топ 1000 то вы все вот можете здесь принципе настроить и увидеть какие токены активно себя проявляют а какие нет итак fundraising это сбор привлечения денег на ранних этапах foundation сервисов достаточно много сегодня существует есть платные есть бесплатные я показываю все что можно пользоваться бесплатно в том или ином каком-то усеченном режиме но то что вы видите сейчас демонстрацию на экране всем этим можно пользоваться бесплатно если хотите что-то расширенное то соответственно по тарифам сервисов здесь нету никакого шиллинга сервиса на самом деле удобный сам пользуюсь и так всего analytics или крипто как он там называется крипто fundraising . info по моему это одинаковые сайты по крайней мере выглядят они абсолютно идентично поэтому я склонен думать что это сайты одной и той же компании и так здесь можно найти последние инвестиции от фондов с датами с суммами очень удобно наглядно все видно так мы можем посмотреть что в январе месяце у нас не так много кстати было собрано денег проекта минут например в январе выделяется кибер x суммой 15 миллионов так что тут еще в январе у нас из крупного изи да вот изи выделяется 14 миллионов ну и собственно наверно остальные все поменьше также можно смотреть по экосистемам да видно категорию проектов ну и по фонду например можно поискать допустим андерсон хорвиц возможно я кстати этого не делал поэтому чисто справочно хочу посмотреть еще до ищет посмотреть какие инвестиции последние делал андерсон хорвиц вы видите что от стек 100 миллионов писали у нас в telegram канале ссылочка внизу будет в описании к этому ролику заходите чтобы видеть актуальную информацию нужно взять на радар от стек поскольку да здесь серьезные фонды вот можно посмотреть какие еще вариант это тоже крупный фонд bush капитала хэшкей свой ангел тоже кстати стал мелькать он везде так обращаю внимание и так далее есть подобные сервисы какие использовать не знаю выбирайте на вкус и цвет где-то какой-то информации больше где-то меньше сейчас покажу ряд еще подобных сервисов для того чтобы вы о них просто знали так например всеми известные и многими любимой крипто ранг и считаю что заслуженно сервис действительно интересный и хороший здесь также показываются раунды финансирования вот вы видите да что пожалуйста у нас есть различные проекты вот кстати андерсон хорвиц здесь десятку занес смотрите да проектик интересный тоже можно взять на радар игровая индустрия то есть таком же в принципе формате можно фильтры построить но что здесь интересно здесь есть еще статистика есть дашборды определенные то есть сколько денег заносится фондами и мы видим что есть спад сейчас в январе месяце интересно кстати понаблюдать в январе прошлого месяца был наоборот подъем но там и рынок был другой да и видно что самые активные фонды видим что они мог и бренд в принципе с coinbase am возглавляют эту историю но также можно отметить что андерсон хорвиц лидирует в плане того что они заходят лидами именно важно вот кстати coinbase зачастую по аналитике видно что они не лид инвестора не просто заходят в большое количество проектов и наличие coinbase на борту это еще как бы ни о чем не говорит потому что наверное предпочтительнее увидеть андерсон хорвиц который возглавит раунд это будет более интересно также есть статистика небольшая по фондам кто как говорится топ кто лузер и у нас здесь одно из первых мест занимает мультикоин фонд о котором также много говорили много писали есть статья хорошая от моего коллеги я опубликовал ее ссылочку также приложу в описании к данному ролику посмотрите вот здесь можно посмотреть как часто проекты заносят да то есть например видно что андерсон хорвиц ну гораздо реже заносит чем coinbase но при этом статистику имеет не хуже ну и так далее следующий фонд не фонда сервис которым можно пользоваться это coin car здесь тоже достаточно интересные инструменты есть есть вот видите вкладка по фандрайзингу в которой есть подразделы различные есть статистика в том числе и вот эта статистика достаточно наглядно опять-таки нам показывают что сейчас правда месяц еще наполовину только сегодня у нас январь продолжается но мы видим что денег привлечено в январе двадцать третьего года достаточно мало есть снижение объемов мы это видим также мы видим соответственно что coinbase за последние полгода до получается до возглавляет эту движуху согласно данным этого сервиса можно посмотреть какие категории мы видим что в 3 лидирует и это отрадно отметить потому что также делаю ставку на веб-3 определенную откуда я делал в том числе потому что мониторе постоянно подобные сервисы можно посмотреть по странам откуда деньги до в основном собирают проекты и в принципе есть у них такая же табличка местами удобно и местами нет почему местами неудобно и например вот фильтрация по суммам есть только в диапазоне если я хочу от фильтровать например от 10 миллионов посмотреть проекты которые собирают то он мне покажет там условно от 10 до 50 но ацтек например сюда не зайдет потому что у него 100 миллионов это уже там третья выборка но и не совсем не кажется удобно вот такую классификацию лучше бы сделали просто ручной диапазон чтобы я мог указать да да я хочу смотреть на соответственно раунды которые поднимали там от десятки и выше все и смотрю а так в целом все похоже можете пользоваться есть по категориям также фильтрация но вот кстати решение предыдущей проблемы о которой я говорил есть в сервисе дефи лама многим знакомого потому что здесь в этом сервисе есть и другой функционал вот в частности у них рейс есть вкладка вы сюда заходите и здесь по моему значит у нас да вот есть сумма например как я сказал 10 миллионов мы ставим и например применяем фильтр и у нас все проекты которые собрали от 10 миллионов и выше и при этом у нас не за фейлиться здесь от стек то есть они все будут что нам это дает но мы во-первых на радар и берем проекты если есть активности в от стек и в других то обязательно их делаем потому что проекты стоящие а вот стеки есть активности там можно быть же сменить себе поэтому берите на вооружение думаю что еще напишем в канале об этом либо посмотреть самостоятельно также в этом сервисе дефилама можно смотреть если вы рассматриваете проекты из сегмента твл больше меньше да то есть это тоже важно знать так вы можете например посмотреть tvl и сравнить у полигона какой арту решение с каким нибудь арбитрумом и увидеть что на самом деле арбитрум по твл близок к полигону а тот самый оптимизм да он уступает и одному и второму ну и также сделать для себя определенные выводы единственное что из этой тройки пока в арбитрума токена нет но уже достаточно много мы о нем говорили в том числе ролик был на канале наверно полтора года назад там с активностью до можете посмотреть ссылка в правом верхнем углу будет также были и другие ролики в которых мы рассказывали в том числе и про арбитрум ждем арбитрум в этом году аэндроп я думаю что он будет несмотря на то что команда до сих пор не подтвердила что токен будет но у есть у всех конкурентов почему не быть стоке нового арбитром а не вижу ни одной из причин практически уверен что он будет также сервис кранчбейс точка ком многие от меня уже его слышали в ходе обзоров различных токенсейлов на коин листе чем мне нравится этот сервис по сути информация это схожая здесь можно более глубоко найти по каждому отдельному проекту разные раунды то есть вы берете допустим аптас заходите в вкладку финансов из видите сколько было раундов 3 и собрали 350 миллионов ну элит инвесторов количество общее количество инвесторов и так далее что примечательно здесь ну так называемые пруфы на пруф и правда из сми но тем не менее вы можете включить допустим раунд который вас интересует венчурный раунд байна слаб с его возглавил и здесь есть статьи которые на различных источниках откуда эта информация вообще взята и вы можете взять и почитать уже информацию возможно там раскрываются еще какие-то ответы seo проекта возможно высказывается владелец фонда каким-то образом почему он делает такую инвестицию то есть почитать более подробно на мой взгляд это тоже полезная такая вещь следующее что важно нам для анализа и пост анализа проектов которые уже выходят и торгуются если мы приобретали их на токен сели нам важно понимать механику разлоков для этого есть несколько сервисов которыми я пользуюсь и оба из них могу порекомендовать первый сервис это west lab не знаю какое количество проектов они мониторят но в целом здесь достаточно неплохая тоже есть аналитика например вы заходите смотрите календарь находите давайте какой-нибудь вменяемый проект найдем так ну допустим ковалент допустим это будет ковалент и здесь посмотреть во первых токеномика да то есть можно быстро освежить токеномику какие доли у кого и посмотреть разлоки график разлоков очень удобно также подобный функционал есть с недавних пор на dropstop.com классный сервис мне нравится сергеева сего drops привет и респект спасибо за сервис очень качественно супер и визуально очень нравится смотрите значит здесь я обратил внимание что порядка 350 проектов так но 129 пишет если учитывать мы поставим маленькие разлоки то он покажет нам 350 проекта то есть 350 проектов есть таки новикой полное что не может не радовать просто смотрите даты да если вдруг ваш проект просто чекаете свой проект если вы собираетесь что-то покупать не дай бог из того что будет разлачиваться ну примите решение стоит ли это делал давайте на наглядном примере дива dx посмотрим многим нравится проект и проект действительно достойный внимания децентрализованная биржа с хорошими фондами на борту но какая там есть какой есть моментик так скажем да смотрите капитализация 216 миллионов в рынке сейчас находится ну по данным этого сервиса около 15 процентов на коль март капи 16 15 ну неважно в целом берем 15 процентов циркулирующего сопла я то есть то 40 150 миллионов дива dx уже в рынке и давайте посмотрим разлоки вот есть у нас и вестинг вкладочка смотрим токеномику инвесторов значит доля почти двадцать восемь процентов и что мы видим что через 18 дней в рынок попадет еще 83 миллиона дива и dx и это выглядит конечно ну это выглядит очень как-то страшно поэтому покупать конечно сегодня дива и dx очень опасно учитывая что такой большой разлок у нас впереди понимаете да вот это важно очень учитывать и есть такие сервисы бесплатные которым можно пользоваться и все это видит перед тем как а для чего это нужно перед тем как сделать покупку посмотрите нету ли в ближайшее время разлоков если они есть ну сопоставьте эту информацию возможно стоит повременить подождать когда разлоки пройдут и соответственно пройдет снижение цены потому что зачастую цена будет снижаться если у инвесторов есть иксы посмотреть есть ли иксы у инвесторов вы можете по таки номер условно знаю что 28 процентов здесь это у нас 280 миллионов монет дива dx посмотреть почем они заходили здесь серии много ну давайте в среднем так прикинем так 2 10 10 65 того у нас получается 87 миллионов долларов 87 миллионов долларов нужно поделить на сколько я там сказал на 280 миллионов монет то есть в среднем очень сугубо да так и получается 30 центов это средняя цена сейчас токен торгуется полтора доллара получается что у нас 5 иксов есть но понятное дело что у разных серий здесь по-разному иксы есть и цену могут под спустить вниз а то есть вполне себе поэтому я дива dx вот сейчас не покупаю жду когда разлоки в рынок уже зайдут и тогда посмотрим думаю что центов по 60 80 вполне вероятно мы дива дик сможем увидеть ниже доллара и тогда его уже рассмотреть к покупке так смотрите какие еще инструменты на могут быть полезны нам может быть полезно пост аналитика развития того или иного проекта если это например блокчейн и ну и в принципе проекта до что мы должны смотреть помимо показателей как разлоки помимо там кто сколько занес денег мы должны смотреть на хайп есть ли шумиха вокруг проекта как это смотрится ну соответственно упоминание в различных социальных сетях в сми это один фактор второй фактор а если приток разработчиков если обновление на гитхабе то есть как часто это делается если проект заброшен и никто его не обновляет ну наверное это плохой знак из него также ну как минимум нужно поставить на радары и смотреть и принимать решение может быть лучше ребалансироваться в другой проект есть подобные инструменты давайте на них быстренько посмотрим значит один из них сантимент тоже в принципе бесплатно можно пользоваться есть на платные подписки не знаю зачем они но в целом расширяет по любому функционал но вот я я все что покажу здесь вы увидите бесплатно и так например здесь куча есть метрик различных например мы остановимся на метриках таких как активность разработок причем здесь можно посмотреть да у них есть примечание что они имеют ввиду значит показывает деятельность по разработке проекта с течением времени на основе ряда чисто связанных с разработкой событий в публичном репозитории гитхаба не учитываются комментарии форки звезды то есть такие принимаемые за информацию и второе я вот построил еще так это по социальным активностям сейчас я вам покажу просто дословный перевод социальное доминирование здесь различные есть классы как можно разделить эту информацию но я общую взял показывают в процентах долю упоминание монеты в социальных сетях связанных с криптовой по сравнению с пулом из более чем 50 наиболее обсуждаемых проектов в интернете ну то есть такая некая сводка усредненная и вы можете построить дашборды определенный вот например смотрите видите дашборта выбираете здесь напустим солана и давайте я добавлю еще какой-нибудь блокчейн чтобы было наглядно так чё бы взять чё бы взять давайте аптас возьмем как новенький и выбираем добавить значит активность разработчиков на график так нужно здесь в свести к общему знаменателю поскольку видите у меня здесь интервал семь дней стоит и стиль не линей не то и у аптаса нужно это сделать меняете на такой же интервал как у всех ставите стиль можно такой же ставить не знаю насколько это нужно либо либо оставить линию да можно или не оставить так все наглядно видно и вот эту галочку чтобы на одну ось все сопоставить ну и что мы видим мы видим что дот лидирует главенствует можно сказать надо атомом над соланой над аптасом в плане разработок за последние полгода я построил за полгода также что мы можем увидеть что солана значит обновление на гитхабе снизились вдвое практически в два раза чуть меньше до процентов на давайте вдвойку считать здесь не так важно то есть активность есть есть отток разработчиков которые в сми форсится с двух с половиной тысяч до там чуть ли не семидесяти и есть снижение логичное снижение до обоснованная раз разработчиков так сократилось то и обновление кода гораздо меньше стало также что мы видим по аптасу так это у нас аптас да по аптасу целом все нормально видим по атому тоже достаточно по этому видим в принципе планомерный постоянный рост и что не может не радовать это очень хорошо но он уступает в плане обновлений частоте полкода и вот так вот вы можете найти допустим проект за которым вы следите вы видите раз что там солана звоночек можете построить еще один граф можете взять ту же солану и посмотреть как он часто она упоминается до по отношению 50 на и более популярных активов в социальных сетях строим второй график например добавляем сюда солану добавляем дата там что-нибудь еще ну так чисто по на беглую руку до строим на один график все накидываем строим атом то есть здесь вы именно уж следить но строите то что вам именно интересно так что то у меня не вышло но видимо есть какое-то ограничение зарегистрироваться похоже надо я просто не авторизован сейчас вообще если вы авторизованы даже бесплатной версии этого показывает так ну здесь также можно выбрать какой-нибудь период более-менее похожий ну давайте там день поставим к примеру поставим таким вот образом на одну шкалу видите что активность в социальных сетях по дату ну гораздо выше чем по аптасу и видите определенные локальные всплески и так далее здесь я так понимаю как раз вот таймфрейм больше меньше он уже от тарифа зависит реальность и вот таких параметров много где вы можете увидеть что происходит регресс определенный у какого-то проект но вот у аптаса да мы видели что видим здесь что был хайп на на старте торгов и затем в принципе идет снижение то есть реже уже вспоминается аптас шумиху наделали дальше идет накопление новости сейчас не подливают вот примерно так это работает если тенденция будет такая постоянно ну то это плохо у дата видите в целом достаточно часто есть упоминание ну если строить и графики и и с другими проектами то я вам так могу сказать что дот здесь тоже достаточно главенству ступну в главенствует роль занимает высокую также есть сервис например стак . money также позволяет увидеть активность разработчиков есть различные дашборды можно построить вот где угасает разработка их активность поставить фильтр и посмотреть различные проекты и здесь фусатау например по моему у них как раз многие каналы собирали приватки различные пулы заходили но мы видим что никакой в принципе активностью этого проекта не наблюдается и это плохой знак но вот различные такие проблемные проекты вы можете построить да где вы видите что активности никакой нет и это очень плохой знак вот например айбекс тоже никакой активности не видно банкор активность слабенькая и так далее если у ваших проектов здесь можно настроить еще алерты чтобы приходили они будут на почту приходить если вы свои сюда активы забьете и если там будет случаться что всплеск разработок или наоборот регресс тогда вам будет приходить алерт и говорить о том что вот посмотри такая-то проблема такая-то ситуация также вот можно да по наиболее популярным посмотреть по реплу что-то делается по полигону все пилится видно что достаточно активно и это не может не радовать лайткоин ну лайткоин понятно с ним все аваланч космос вот смотрите да космос то что мы и говорили и видели на предыдущем графике в другом совершенно сервисе видимо что у космоса с активностью все в плане разработок в порядке есть рост течение двух лет вот мы видим да здесь достаточно восходящий график и это очень хорошо а у юни свапа было был регресс но вот сейчас в ноябре да там они взяли так скажем себя в руки и стали до что-то еще пилить вот на таких моментах тоже стоит останавливаться то и стоит следить стоит строить свои критерии для формирования своего портфеля существует еще огромное количество различных других сервисов платных и бесплатных которые могут облегчить жизнь крипто энтузиасту помочь советам и выборам поскольку это делает где-то машинное обучение где-то большая группа аналитиков и все это в целом очень полезно для рынка надеюсь что такая информация для вас не было в новинку что вы уже часть хотя бы из нее знали и пользовались этими сервисами но если какие-то из сервисов для вас в новинку берите на заметку кладите себе в закладки и пользуйтесь для того чтобы быть осведомленным а если осведомлен то естественно вооружен самое главное обладайте информацией и тогда вы сможете заработать на криптовалютном рынке подпишитесь на наш youtube канал подпишитесь на телеграм-канал это мотивирует меня продолжать выпускать эти выпуски и увидимся в следующем обзоре пока 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 Продолжение следует...